Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, назовите изотоп Чье ядерное отделение Снабжает энергией Атомные реакторы Да, конечно Это просто ответ очевиден Мой ответ Время вышло Увы, профессор Марджи Я думаю, что это уран-235 Правильно Марджи побеждает Третью неделю подряд Она получает наш гран-при Утечка мозгов Средняя школа Беверли Хиттс Кто может назвать В хронологическом порядке Эры Земли? Сэм? Итак, докембрийская Плязойская Мезозойская И кайнозойская Совершенно верно Как ты это делаешь, Сэм? Когда я пытаюсь запомнить Все эти названия У меня начинает болеть голова Не знаю Просто читаю Названия Врезаются мне в память Это ненормально, да? Ненормально? Да тебе повезло Послушай Может, сходим завтра После занятий в суши-бар Ты могла бы помочь мне? Конечно С удовольствием Поторопись, Сэм Ты можешь опоздать на свидание Со славой богатством Верно Скоро начинается мозговая атака Вообще-то сначала Надо зайти в парикмахерскую Никто из моих подруг Не покажется На экране Без приличной прически Ой Сегодня Сэмми Участвуют в игре Мы уверены в ее победе Извини, Зак Мне пора Шоу «Мозговая атака» Мне кажется Или на экране Все кажется более крупным Такова магия Голливуда Моя дорогая Уин Квезердейл Кстати о магии Не могу поверить Что вижу перед собой Живого Уинка Удивительно, не так ли Но довольно обо мне Я пришел поприветствовать Сэм Ты готова сразиться С Марджи за гран-при? Абсолютно Ого! Никаких микрофонов с проводами Ты меня понял? Уин Квезердейл Так у вас относятся к чемпионам В этой блузке Только 85% натурального шелка В чем дело? Мы решим эту проблему, Марджи Скоро начинаем, леди Желаю удачи, милочка Она тебе понадобится Она вроде милая Вопрос на 100 очков Этой знаменитой личности Мы обязаны тем, что имеем сэндвич Это... это... То есть... Ой... Марджи? Должно быть это граф Сэндвич Граф Сэндвич, верно! Я знаю ответ Это... 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 Весеннее равноденствие Снова правильный ответ Дробленая пшеница Ответ верный Итак, наступило время последнего раунда Ответили умри Вопрос Назовите в хронологическом порядке Четыре эры Земли Это очень просто Я сегодня ответила на этот вопрос на уроке На этот вопрос она точно ответит Конечно История ее любимый предмет Итак Первое... Эм... Нет Марджи? Сначала была Докембрийская эра Потом Палеозойская эра Потом... Название так и вертится у меня на языке Средняя школа Беверли Хиттс Это было так странно Уинк задавал вопрос И я знала ответ Но вдруг в голове все куда-то исчезало И я... Вероятно, просто обычный страх сцена Да Или тот звонок высасывал из себя мозги Ха-ха-ха Ха-ха Если вы закончили потешаться надо мной Можно приступить к ежедневной проверке нашего макияжа Мне... Мне показалось, что она немного не в себя Не в себе? Она просто вне себя Мы должны остановить ее Эй, что вы делаете? Спасаем тебя от вселенского позора Это мужской туалет Ах! О! Видно, я не заметила Забудем о макияжи Пойдем в класс Хм... Давай, проклятый замок Открывайся! Что случилось-то? Забыла комбинацию цифр? Забыла комбинацию цифр? Это самый глупый вопрос из всех Которые ты задавала, Кловис Кловис? Эм... Сэм Ее зовут Кловер Я так и сказала, Олегра Так-так... А я думала, что шучу По поводу высасывания мозгов Ах! Сэмми Как ты себя чувствуешь? Прекрасно Только куда делись все стойки в торговом центре? Ладно От удивления переходим к беспокойству 9-1-1 вызывает Джерри срочно Здравствуйте, леди. Что у вас за проблема? Проблема у Сэм. После участия в шоу «Мозговая атака» она ведет себя очень странно. Да, забывает разные вещи, не понимает, где находится. Она чуть было не зашла в мужской туалет в школе. Кловис и Олегра остановили меня. Так, мы сейчас же сделаем несколько тестов. Вы же пока займитесь тем, что проверьте остальных участников шоу. Узнайте, есть ли у них такие проблемы, как у Сэма. Понятно, Джерри. Постойте, у вас будут приспособления. Сегодня вы возьмете рентгеновские солнечные очки, лазерную помаду, миниатюрные дымовые шашки и новую модификацию реактивных сапог. Что в них нового? Хороший вопрос. Это... Дом доктора Клейборна. Мы на месте. Дом Аугустуса Клейборна. Здесь сказано, что после поражения в игре он так и не вернулся на работу. Вот так. А ведь можно было уже наиграться со своими утешительными призами. Чем могу помочь? Да, мы пришли к профессору. Мы его студентки. Тогда вы должны знать, что профессор плохо себя чувствует. Это займет всего одну секунду. Мы просто поздороваемся. Хорошо, но только на минуту, пожалуйста. О, похоже, у профессора есть проблемы. Так повторяется каждое утро с тех пор, как он вернулся с того дурацкого шоу. Здравствуйте, леди. Я бы с удовольствием поболтал с вами. Но мне пора в кроватку. Спокойной ночи. Думаю, вам лучше уйти. Спасибо, что заехали. Ай, моя кроватка. Не нравится мне все это. То, что произошло с профессором, Элиссэм? С обоими. Нужно поскорее позвонить Джерри. Тест номер один. Визуальная короткая память. О! Есть новости? Мы проверили одного из участников. Две недели назад из ученого он превратился в ребенка. Пытался лечь спать внутри настенных часов. Боже мой. Как там Сэм? Сэм, хорошо, она... Боже мой. Джерри, что случилось? Ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Но вы с Алекс должны обследовать студию шоу. Желаю удачи. Родео Драйв, Лос-Анджелес. А! О! О, как здесь красиво. Вы вовремя, мисс учительница. Мы знакомы? Да, мы знакомы. Я Зак. Из школы, помнишь? Да. Я понял, это шутка. Может, нам следует сделать заказ? Я вижу, ты голодна. А это студия знаменитой игры «Мозговая атака», где всеми любимая официантка Марджи может завтра получить 10 миллионов долларов в финальной битве гениев. Далее мы проходим в студию, где снимаются вестерны. До следующей группы 10 минут. За работу. Надо начать с подиума Уинка. Похоже, что это не просто подставка для листочков со словами Уинка. Там и господа. Мы начинаем нашу игру «Мозговая атака». Так-так, очень странно. Что там? Снимки мозга? Ничего не понимаю. Красное перетекает в синее. Алекс, ты думаешь о том, о чем и я? Каким-то образом эти капсулы высасывают знания. Вот именно. Из нашей Сэми высосали мозги. Я знала, что белозубым мужчинам нельзя доверять. Эй, что? Что вы здесь делаете? Похоже, следующая группа пришла пораньше. Что будем делать? Уходим. А ну, вернитесь! Извините. Простите, сэр. Может, начнем с тектонических подвижек? Сэм... Сэм, с тобой все в порядке? Сэм, вот ты где. Замечательно. Отпусти меня, старикашка. Да, отпусти ее, старикашка. Леди тебя не знает. Нет, нет, вы не поняли. Я дядя Сэм. Дядя, старикашка. Да, Сэм попросила заехать за ней. Ты готова, дорогая? Боже мой, я надеялся, до этого не дойдет. Смотри. Трехголовый человек на осле. Узнали что-нибудь, леди? Да, Уинг-мошенник. Простите. У бедняжки Сэм высосали мозги. Специальные капсулы высасывают знания из участников игры, и они забывают ответы. Что происходит с высосанными мозгами? Охранники пришли раньше, чем мы смогли это узнать. Нам придется снова пробраться туда. Как дела у Сэм? У Сэм очень даже хорошо. Просто замечательно. Она даже немного прогулялась сегодня днем. Пора открыть капсулы и посмотреть, что там внутри. Что угодно, чтобы спасти Сэм. Держись. Похоже, нас привезли кататься. О, вот это я называю настоящей гардеробной комнатой. Гардеробной комнатой? Это больше похоже на подземное логово. Ты делаешь мне больно. Прекрасно. Похоже на голос Марджи. Извини, Уинк, но во время моего дежурства высасывания мозгов не будет. Спасательная команда прибыла. Что происходит? Еще осталось 15 минут массажа. Уинк! Опа! Звуконепроницаемая кабина. Ну что ж, добро пожаловать в звуконепроницаемую кабину Уинки и Марджи, леди. Уинки и Марджи, значит, она тоже участвует в этом. Вот именно, куколка. Единственная куколка здесь, это ты. Эй, не слишком ли много голубых теней наложила? Уважайте старших, юные леди, особенно тех, у кого такой высокий уровень знаний, и он продолжает расти. Расти? Значит, вот что ты делаешь с мозгами участников. Отдаешь их Марджи. Знания не купишь в магазине, не правда ли? Так? Извините, но высасывание знаний из невинных людей – преступление. Преступление? Конечно. Но мы с Уинки поняли, что придется нарушить кое-какие правила, если мы хотим стать богатыми. И могущественными. После сегодняшней битвы гениев, знания Марджи будут сравнимы с информацией, хранящейся на тысяче компьютеров. Тогда нас уже никто не остановит. Сначала мы станем хозяевами телевидения, а потом и всего мира. Плюс получим миллион долларов, да? Да, моя крошка. Ох, какая гадость. Неужели и эту пытку мы должны терпеть? Шоу начинается. К сожалению, вряд ли вам хватит кислорода до первой рекламы. Прощайте, леди. Раунд разделяй властвуй, гении. Я даю вам вопрос, вы отвечаете на него и завоевываете противника. Итак, чему равно число, которое получается, если год выпуска винтовки со спиральной насечкой разделить на десять в минус пятой степени? Пятнадцать миллионов двести тысяч. Снова правильный ответ, Марджи. Как ты это делаешь? Итак, приготовиться к атаке. О! Потрясающе! Как ты это... Старый трюк с лазерами. Как-нибудь покажу тебе, а теперь уходим. Итак, друзья, категория «Странная наука». Хромосомы связаны с феромонами, как птица с... Извини, Уинг, нам придется тебя прервать. Уинг, сделай что-нибудь! Берегись! Надо будет попросить Джерри, чтобы он купил такие микрофоны. Пора убирать Уинка из эфира. Нужно постараться остановить их. В голове Марджи находятся все знания Сэмми и остальных. Леди, заводите двигатели. Студия вестернов. Они уходят. Включай свои сапоги им. Слишком большой выхлоп. По коням, подруга. Вперед! И столько вперед! Быстрее давай, давай! Опа! Извините, девочки, придется вас отпустить! Я держу тебя! Хотите еще немного покататься? Что ж, приятной прогулки, девочки. Нет, так, я представляла себе экскурсию по студиям. Надо отпустить трос и включить сапоги. В таком случае Уинка улетит вместе со знаниями Сэм. Есть! Один плохой парень попался. Спасибо, что сыграли роль Уинка и Марджи, но, к сожалению, сегодня проигравшие вы... Ты уверен, что у нас получится? О, да. Теперь, когда Сэм и Марджи поменялись капсулами, в проигрыше окажется Марджи. Привет, Сэм. Ты здесь? Кловер? Алекс? Что происходит? Она сказала, Кловер! Да, наша лучшая подруга вернулась. Моя глава! Я должна лечь! В тюрьме у вас будет достаточно времени для отдыха, мадам. Но сначала нам надо навестить прежних участников. Средняя школа в Певерли-Хиллз. Время проверки знаний. Привет, Зак. Я хотела извиниться за случай в суши-баре. Забудь об этом, всё в порядке. Кроме того, я нашёл себе новую учительницу. Новую учительницу? Вот именно, всезнайка. Заку нужна помощница, у которой есть хотя бы половина мозгов. Которая знает разницу между полотенцем и салфеткой. Пока! Половина мозгов? Именно столько есть у Мэнди. Всё в порядке, пусть уходят. Кому захочется встречаться с парнем, который попался на шутку Джерри, смотри «Трёуголовый человек» на осле. Я всё слышал, леди. Ха-ха-ха-ха! Авторы идеи и продюсеры Винсент Шарлон Демерсей и Дэвид Мишель. Режиссёр Стефан Берри. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин